Сутки на подсчет голосов в областном избиркоме сообщили окончательные результаты голосования по Госдуме. Своё предпочтение жители областной столицы отдали Александру Хинштейну по Самарскому 158-му одномандатному округу более 115 700 голосов. По Тольяттинскому округу заручился поддержкой населения Леонид Калашников, по Красноглинскому Виктор Казаков, по Жигулевскому Андрей Трифонов, по промышленному Михаил Матвеев, сообщает обл. избирком. Проголосовать за кандидатов самарцы могли не только в пределах региона. Избирательные участки работали в пяти точках за рубежом – в Белоруссии, США и Абхазии. Реализовали право голоса почти 46,5% избирателей Самарской области. Это 1 132 025 человек. Самую высокую явку продемонстрировали жители Хворостянского района – более 97,5%. В Самаре пришли на выборы чуть более 37% избирателей. Своё предпочтение жители региона отдали партии «Единая Россия» – 44,3%. Далее по убыванию КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» за правду и «Новые люди». Процентные данные выведены на экран. Представители этих же пяти российских партий победили в выборах депутатов Губернской думы 7-го созыва. Эти данные пока остаются предварительными. Всего на присутствие в региональном парламенте претендовали представители 11 партий. Преимущество по итогам у «Единой России» – 44,26%. «Единая Россия» сейчас претендует и может распределить 16 мандатов. Коммунистическая партия Российской Федерации – 6 мандатов. И по одному а-мандату у нас получают «Новые люди» – ЛДПР и «Справедливая Россия» – патриоты за правду. Предварительно так. Имена победителей по одномандатным округам предварительно также известны. Почти половина из них подтвердили свои полномочия, остальные избраны в парламент впервые. В территориальную и областную избирательную комиссию поступило 207 обращений за все это время. На поверку оказалось, что много обращений не имеют под собой ни фактической, ни юридической основы. Все те факты, которые заслуживали специального правового анализа, эти факты все оценены. И там, где были нарушения, виновные были привлечены к ответственности, некоторые члены участковых комиссий были отстранены. Всем гражданам было предоставлено право выразить свою волю свободно и тайно, как это определено законодательством. С этой точки зрения жалоб, кстати, граждан не было. В основном жалуются активные заинтересанты. Напомним, за охотом голосования в Самарской области наблюдали 5000 независимых наблюдателей, в том числе эксперты из-за рубежа. Гульфия Сафина, Василий Колдашов. События.